И снова здравствуйте, мои дорогие зрители. Собрались мы наконец-то на охоту. Поедем по Зайчику, по Касуле Сибирской. Заехал в магазин, кое-что купил сейчас. На улице тепло, градусов, наверное, ну, минус 8-6 максимум. Вот такая вот зима у нас нынче. Очень тепло, комфортно. Поедем, поохотимся. Сейчас поеду за ребятами. Деревня уже проснулась. В составе у нас сегодня 4 человека. Как ни странно, никто не хочет ехать на охоту. Сколько нас, Холь, привет, сегодня едет? Пока вдвоем. Пока вдвоем. Никто не хочет ехать на Касулю. 4 человека? Опа, а это что? Что такое? Black Ram. Николай, буду сегодня вас угощать под свежую печень жареную. Да? Хоть я не пью, но придется. Ну, если дай бог что-то попадется, зажарим печень. Я мангальчик взял. Когда-то у нас сбудется наша мечта. Это вот сегодня культурная программа. Культурная программа. Я думаю, будет интересно. Но надо хотя бы одну добыть. Кому интересно, сколько стоит бензин, пожалуйста. 95-й G5325, 95-й 5185, солярка 64 рубля. Почти 65 рублей солярка стоит. Невыгодно уже на дизеле ездить. Я все видел. Я сприхнул в бак, как полагается. Ладно, все, выдвигаемся. Ну что, вот мы на месте. Сейчас заполним бумаги коллективной охоты. Оденем жилеты. Следы есть. Как косули, так и охотников. Достаем жилетки. Что, ребят, жилеты кому-нибудь нужны? Давай, они так. Как вы знаете, по правилам сейчас, будь то коллективная охота на лисицу, либо на косулю, одевать нужно яркие жилеты. Ну и в них как бы хорошо видно. На номерах кто стоит. Как с фонариком стоишь, светишь. Ну что, первый номер пошел. Сейчас мы вот так вокруг объедем. Загончик пойдет оттуда. Мы с Ромкой от себя. Мы с Ромкой. Так, загончик у нас один. Осторожно, давайте, ребят. Потом гонять некому будет. Кругом стреляют. Сейчас было два выстрела там. Загончик уже со мной сравнялся. На мой номер ничего не вышло. В соседнем лесу что-то трещало. Зайца здесь много, но без собаки его не взять. Ну вот они, следы тоже. Где-то тут тоже кто-то на номере прям стоял. Ну так вот друг за дружкой ездим, гоняем. Но все равно с соседних лесов где-то пугают. Она могла сюда прийти. Всякое бывает. Стреляю, кстати. Все, что у уже старенького карабина Vyper. В 223-м калибре. Все, загончик вышел. Патроны полуоболочка, 4 грамма. Можно разряжаться. Загончик сказал, что уже вышел. На номер. Едем дальше. Смотри. Смотри. Все в следах. Третий загон. Не стреляй, не стреляй. Вон косуля бегут. Три штуки. Блин. Пока захотели трех, а соль подняли. Ё-моё. Пока до номера дойдешь. И сил никаких уже нет. Все, гони, гони, гони. Ну что, загон закончен. Ромка там отстрелялся. Следов много. Три раза стрельнул. Уже загончик вышел. Представляете, вот уже загончик прошел номер. И ромка отстрелялся. Может быть, зайца. А мы забегали, когда на номера. Прям наткнулись на трех косуль. Смотрите, сколько следов. Пуганая она уже. Она слышит все и видит. Не стали стрелять. Можно было добыть метров 30 от нас. Но через лес с карабина как-то стрелять. Не стали подпугивать. Ладно. Давайте в следующее место переедем. Время еще есть. Уже как бы и покушать хочется. Пока по лесу бегаешь. Аппетит приходит быстро. Ну все шуршит. Навалы тут вот такие. Косуля все слышит. Хрустят ветки, палки. Они уже за 100 метров бегут. Вот у нас. Это у меня все на зайца. Только лицензии. Итак. Енот собака 5. Заяц беляк 5. Заяц русак 3. Корсак 10. Лисица 10. Ставим сегодняшнее число. 11-е, 23-е. Беляк. Одна штучка. Все. Денис, смотрите, уже молодец. Коры принес. Угли разжигать. Только что мы жарить будем сегодня, я не знаю. Скорее видели. Кони это не наши. У нас на них лицензии нет. Давайте. У меня, по-моему, есть одна. Давайте, есть чем будет разжечь. Давайте, ребят, осталось только добыть косуля. Для нас же это, блин, тьфу. Плевое дело. Что за дела-то? Ну что, ребят, еще один загон. Загон только начался. Николай сейчас выстрелил. О, еще раз стрельнул. Во, лупит. Всего пять раз отстрелялся. Больше патронов нет. Я разбегаюсь, короче, подбегаю. Они уже вон, по-нат теми кустами. Два рогача здоровые. У одного скорости, я думаю, в какого стрелять? Думаю, этот больше. Первый мой, прикинь, вынос сделаю, три корпуса. Тух, пуля на полметра сзади ложится. Да ну-ну, я еще больше. А у них скорость еще больше. Я думаю, да я все пять, нахуй, я просто вынос делаю. Прямо охеренно здоровый. Тых, смотри, щелчок есть. Думаю, ну что, теперь по этому, по этому смотрю. У него шуши прилетели. Че-че-че, там просто пуля летит. Я тух, еще три раза подниму, да смысл. Давно таких не было. Вот это, да. Вот это мустанг. Красавчик. Вообще молодец. Шестой загон уже, да? Да. Вот эти герошки можно и забрать. Такие жалко оставлять. Ну что, давайте обдираем и готовим печень. Чтобы не возникало вопросов у кого-то, да? Я вот как в старых роликах везде, сразу отрываю корешок. Голову не греть. Чтобы потом не было, да ты там стирающейся ручкой записываешь. Да ты там такой сикой. А что тут отрывать-то надо? Так. Это транспортировка? Нет. Вот, ранение и добыча. Добычу отрываем, все, и он уже недействительный. Все. Теперь заполняем. Добычу нам не надо сдавать же эту штучку? Нет, это можешь оставить себе на память. Ну и ставим сегодняшнее число. Обязательно прописью. 2023 год. Вот такой вот у нас мангальчик передвижной. Подожди, я не то тянешь, Коленька. Вот где-нибудь здесь и поставим. Дай бог здоровья. Денису молодец, сразу коры нарвал. Ну как знал, да, что добудем. Вот пока ребята обдирают косулю сибирскую, мы попробуем Black Ram. Это у нас виски, произведен в Болгарии по европейским стандартам качества. С использованием шотландских спиртов Black Ram невероятно мягкий и сбалансированный благодаря созреванию в отборных бочках из-под бурбона. Выдержанный до совершенства. Созданный для душейной компании. Ребят, как раз для вас. Ну что? Будем пробовать. Его, кстати, можно миксовать, мешать как соком, так и чистый. Угли догорают. Спорим, мужики? Спорим. Мягенький. А мне кажется, мне тоже кажется шоколад. И вот вот сейчас после вклусе какой-то вот молочный какой-то или сливочный такой, приятный, да. Можно прям глоточками пить. А сейчас под печеночку. Ну, кончается блин быстро. Так, для готовки печени нам потребуется соль, масло и черный перец. Больше, в принципе, ничего не нужно. А печени нету. А она вылетела. Весь процесс показывать не будем, потому что многие ругаются. Зачем ты нам это показываешь? Ну, хочется, конечно, показать все. О, тут нам этой печенки всем на кушаться хватит. Огромодная печенка. Давайте ополоснем, Денис, и я буду ее готовить. Николай, вы мне поможете. Подержите пакетик, в котором мы сейчас будем все выкладывать. Тут такие кочки, с собой взять тарелки, это все разобьется. Ребят, все как есть показываем. С кровью. Куски мелко не мельчите, когда будете готовить печень. Ленку не нужно? Не, она нежная и так. Прямо такими хорошими кусочками и будем закладывать. Хороший мангал, но... И тут главное не передержать ее. Если передержите, она будет сухая и невкусная. Что, может, и вот это мясо тоже? Нет, выкинь его. Не надо? Но она долго жарится будет. Да. Вот она прям, когда свеженькая, сочная, даже слегка с кровью получается. Ну, свежая, конечно, на любителя. Кто-то ее спричмокивает, прям нравится. Я, вот честно сказать, не очень люблю сырую печень. А ты пробовал? Пробовал. Ну, сейчас попробуй. Нет. Надо... Хотя соль у нас есть и перец есть. Ну, и все, на глаз подсолили. Блин, весь стол наш делали кровью. Ну, примерно на глаз. Вот столько. Перемешиваем. Добавляем перчика, Николай. Обязательно. Ну, горошком не будем ни к чему. Вот обычный перец. Он всегда лежит в автомобиле. На такие случаи. Прям побольше можно. И обязательно, обязательно надо добавить масло. Обычное масло. Масло сейчас хорошо перемешается. А масло это для того, чтобы... Не подгорело, да. Чтобы оно хорошо равномерно обжаривалось. Ну, что там наши угли? Нашампуриваем. Молодцы, ребят. Добыли, закрылись. Когда еще так в лесочке, да, посидим зимой? Хотя и зиму-то зимой не назовешь. Держи, Денис. Да пока не ставьте, она жарится быстро очень. Сейчас остальные оденем. Прям быстро готовится. Буквально 5 минут. И печень готова. Сейчас смотрите, как она будет менять цвет. Вот она уже поменяла. Становится светлой. Зашкварчала. Ну, а что, давайте еще и ребра пожарим. Сейчас ребрину, она жирная. Ребрину отрежем. Ну, что тут пожирнее у нас? Прям вот эти. Сейчас рубанем. Смотрите, жирненький какой. Сейчас так же мы, только мы сюда добавим сейчас майонез. Где наш мешочек? Добавим майонезу. Денис, все, по-моему, они готовы. Соль, перец. Нет, к сожалению, аджики нет. Ну и, естественно, майонезика чуть-чуть. Одну же. Во, и второй шампур. Чтобы не вертелось. И вот здесь день, да. Все. Денис, возьми, у тебя руки чистые. Давай печень. Я побольше кусочек возьму. Сочный. Он должен чуть-чуть соком быть. Тогда вот прям идеально. Ну что, мои дорогие подписчики. Хороших вам удачных тоже охот. Хороших удачных охот. Будем пробовать. Пожалуйста, продолжим везти. Напишите, ребят, как переводится. Блэк черная, рам. Рам автомобиль такой есть. Пишите, как переводится. Кто читает рам, кто читает рэм. Вообще правильно, блэк рэм. И вот во время приготовления можно чуть-чуть 7% уксуса. Перерни, Денис, я тоже туда еще маленечко. О, на мясо. 7% уксус. Печень вообще классная. Вот вкуснее ничего не сделаешь. На сковородке не получается так. Вообще не получается. Вот такие печеночки. Или печеночка. Ну что, Денис, горячее сырым не бывает. Как-нибудь покажем вам, как кушаем строганину из косули. О, прожарилась. Хорошо, вообще хорошо. Вообще отлично. Прям сочные кусочки. Вот висит косулька. Ну что, ребят. Спасибо, Николай, мне хороший кусочек. Будем прощаться, наверное. Сейчас мы еще по трапезничаем, посидим. И будем выдвигаться в сторону дома. Охота сегодня удалась. Поохотились, побегали. Еще у нас есть одна лицензия. Может быть повезет мне, что-то набежит на меня. Давайте будем на этом прощаться. Не скучайте. В следующий раз, наверное, выскочим на рыбалку. Давайте всем пока-пока.